Первое сообщение будет посвящено основным направлениям современной иммунотерапии меланомы кожи. И начиная свою беседу об этом, хотелось бы сказать, что на сегодняшний день мы достигли существенно более глубокого понимания принципа взаимодействия опухоли и иммунной системы, нежели было это, скажем, какое-то время назад. Итак, на сегодняшний день достаточно прочно укрепилась теория взаимодействия опухоли и иммунной системы, которая подразумевает процесс этого взаимодействия, подразделяет на три основных этапа. Это элиминация, когда мы имеем либо ответ на лечение, либо иммунная система просто контролирует те опухоли, которые мы клинически не можем определить. Это фаза равновесия, когда опухоль может сосуществовать с иммунной системой, не прогрессировать. Это фактически стабилизация процесса или то состояние, которое характеризуется длительным латентным периодом. И прогрессирование или фаза ускользания опухоли от иммунного надзора. Надо отметить, что в каждой из этой фаз участвует не только опухоль, и не только опухоль определяет их состояние, их состояние определяет прежде всего клетки иммунной системы. Так, например, за элиминацию отвечает и адаптивный, и врожденный иммунный ответ. За стабилизацию ответственна только адаптивная иммунная система, которая основной объект нашего воздействия при иммунотерапии на сегодняшний день. И в фазе прогрессирования также участвуют клетки иммунной системы, например, регуляторные клетки, т-регуляторные клетки, т-мейлоидные супрессивные клетки и некоторые другие клетки, которые также способствуют росту опухолевой ткани. И если делить наши возможности на черное и белое, то у нас есть, в принципе, два пути. Либо мы можем усилить противоопухолевый эффект, либо мы можем подавить проопухолевый эффект. Если говорить о усилении противоопухолевого эффекта, то прежде всего это относится к такому способу воздействия, может быть, истинная вакцинотерапия, различные антагонисты тул-лайк рецепторов, это индукторы именно врожденного звена иммунной системы, т-клеточная терапия, вакцина. Если говорить о подавлении, то это как раз та зона, где мы добились наибольшего успеха в последние годы. Это прежде всего ингибиторы работы иммунологического синапса, на сегодняшний день уже есть активаторы работы иммунологического синапса. Это подавление регуляторных клеток, мелодийно-супрессивных клеток. И здесь большое значение имеет не только иммунотерапия, но и иммунологическое действие нашей обычной терапии, которую мы применяем и которую мы не привыкли считать иммунотерапией. Если говорить о том, насколько опухоль отличается от иммунной системы, то раньше мы привыкли, говорили обычно, что частота новых мутаций, нейл-антигенов, достаточно низка. Ну, посмотрите, следовали Александрова, которые все уже цитируют. Это частота мутации на 1 миллион оснований. Мы знаем, что у нас в ДНК гораздо большее число, чем 1 миллион оснований. Тем не менее, здесь до 1000 мутаций на… И меланома занимает самое первое место по мутационной нагрузке. Таким образом, это самая видимая опухоль для иммунной системы. Мы знаем, что меланома в своем развитии проходит несколько стадий. Безусловно, если говорить об иммунотерапии, нам надо применять ее в правильном режиме. Анна Игоревна уже начала рассказывать про адевантную иммунотерапию. И если мы посмотрим на то место, где мы можем приложить свои усилия, то на сегодняшний день стандартным является применение иммунотерапии, начиная со второй Б-стадии. И у нас есть показания для других типов иммунотерапии при четвертой стадии. На сегодняшний день нет зарегистрированного лечения для первой стадии или для пациентов, у которых высокий риск развития меланома. Например, для пациентов с наследственными синдромами. Однако, место иммунотерапии здесь до сих изучается. Безусловно, наши достижения, наши новые препараты, они существенно изменили ландшафт терапии. На сегодняшний день мы имеем большое количество различных методов терапии, прежде всего различных по механизму действия. Стоит сразу отметить, что очень трудно выбрать метод терапии, который воздействовал только на одно звено иммунной системы. Все они воздействуют сразу на все компоненты иммунной системы, но, тем не менее, есть какая-то первичная точка воздействия. По ней можно выделить методы усиления презентации антигена этой вакцины, методы модуляции активности иммунологического синуса, методы воздействия на кинетику иммунных процессов. Это как раз те ингибиторы сигнальных иммунных конечных точек, чекпоинт-ингибиторы и чекпоинт-активаторы, которые на сегодняшний день изучаются, которые, собственно, заставили заговорить про иммунотерапию в новом свете. Адаптивная терапия, клеточная гуморальная, при том, что гуморальная иммунотерапия, адаптивная гуморальная иммунотерапия – это тема наклональной антитела, которую мы привыкли считать таргетной терапией, но, тем не менее, у каждого из которых есть свой компонент иммунологического действия. Методы устранения иммуносупрусирующих факторов и методы воздействия на опухоль с последующей активацией иммунного ответа. Как это выглядит? Но если брать примеры вакцины, здесь представлены две схемы вакцинотерапии, разработанные в нашем институте. Это вакцинотерапия на основании костномагсковых предшественников дендритных клеток, где у пациента получаются лотологические дендритные клетки, получается линия опухолевой ткани. Дендритные клетки выращиваются, инкубируются вместе с лизатом из опухоли пациента и вводятся потом пациенту для индукции специфического противоопухолево-иммунного ответа. И второй метод, где та же идея эксплуатируется с переведением процессинга из лаборатории фактически в организм пациента. То есть мы индуцируем гибель опухолевых клеток у пациента в очаге и потом в этот очаг вводим незрелые дендритные клетки, чтобы они там нагружались и потом индуцировали иммунный ответ. И то, и другое лечение приводит к достаточно хорошему иммунному ответу. Мы видим здесь реакцию ГЗТ на вакцинацию пациентки, которая получила 4 цикла. Мы видим ответы за предыдущий цикл лечения. Более того, мы видим здесь ответы на контрольные точки. Клинически это может проявляться частичными регрессами. Вот пример пациентки, которая получала у нас терапию дендритно-клеточную вакцину в сочетании с фотодинамической терапией. Это вторая схема, которую я показывал. Вы видите, здесь частичный регресс после двух циклов терапии. После этого Георгий Иванович удачно провел циторедуктивную операцию. До сих пор пациентка живет без признаков прогрессирования процесса, хотя у нее есть очаги в позвонках. Гистологически мы также видим значительный иммунный ответ. Здесь вот пример одной из ранних пациенток, которая получала такой механизм вакцины с фотодинамической терапией. И мы видим, что после удаления очага здесь не опухоли у клетки, а лимфоидная инфильтрация выражена. Мы видим действительно, что это подтверждает наш метод, что метод действует. Если говорить про выживаемость, то наши коллеги проводили такое исследование, где пациенты после проведения стандартной химиотерапии, докопроводина, получали или не получали вакцину. И те пациенты, у которых было проведено лечение вместе с вакциной, у них отмечалась значительно большая выживаемость. Таким образом, и продолжительность жизни может быть увеличена с помощью этого метода терапии. Конечно, вакцины на сегодняшний день все еще остаются экспериментальным методом лечения, потому что это тяжелый технологический процесс, у них есть много особенностей. Существует множество направлений вакцины. На сегодняшний день принято делить их всех на первое поколение и второе. Если первое признато неэффективным, то второе поколение, которое включает в себя сразу несколько методов лечения, и клеточную терапию с использованием различных способов доставки, и модификацию антигена, и адеванты, и различные новые препараты – это перспективное поколение, от которого ожидается положительный эффект. Если говорить о методе модуляции ненологического синапса, то методы эти основаны на том факте, что для активации иммунной системы необходимо сразу несколько сигналов. Один сигнал – это, собственно, сигнал про тот антиген, который представлен в контексте молекул главного комплекса гистосовместимости иммунокомпетентной клетки, которая объясняет, какой клон клеток должен работать. Второй сигнал должен объяснить, что делать этому клону клеток. Либо они должны уничтожить этот антиген, либо они должны, наоборот, уничтожиться сами, и таким образом организм защищается. Вы видите, что иммунологический синапс здесь совершенно разный при взаимодействии разных эффекторных клеток. Одни антигены есть при взаимодействии с эффектной клеткой, другие – с опухолевой клеткой. Играют роль здесь тканевые макрофаги регуляторных клеток. Но, тем не менее, воздействуя на эти пути, мы можем добиться эффекта. И на сегодняшний день появился целый класс препаратов, которые пока еще не зарегистрированы у нас в стране. Это препараты анти-CTLA-4, пилимумаб, и препараты, воздействующие на ось PD-1, PD-1-легант. На сегодняшний день в мире зарегистрированы неволюмаб и пембролизумаб, и еще много препаратов находятся в исследованиях и, скорее всего, будут зарегистрированы. К чему это все приводит? На сегодняшний день мы знаем про иммунологический классинус и самый главный факт. Они позволяют достичь длительного эффекта. Вы видите, здесь пациенты, которые получали лечение пилимумабом, те, кто пережил 3 года, практически не прогрессируют. Это заставляет задуматься о возможности излечения диссиминированной меланомы. Похожая картинка с препаратами неволюмаб и пембролизумаб. Мы видим очень высокую выживаемость пациентов на этих исследованиях. Комбинация препаратов дает еще больший эффект. Данное уже последних исследований комбинации пилимаба с неволюмабом показало намного больший эффект. Мы видим выход на плату по крайней мере на 50% пациентов. То есть до половины пациентов могут получить длительные эффекты. Большинство эффектов продолжаются. Та же картинка с пембролизумабом. Мы видим гораздо большую эффективность по сравнению с неволюмабом в различных условиях. И тоже мы видим выход на плату на достаточно высоком уровне. Последовательность применения или комбинация применения могут иметь очень высокое значение. И вот это данные были представлены на последнем конгрессе ЭКО, где изучалось, какой комбинации лучше. Сначала неволюмаб, потом пилимаб или наоборот. И оказалось, что последовательное применение неволюмаба, а затем применение пилимаба, оно обладает гораздо более выраженной эффективностью. Так что последовательность методов иммунотерапии тоже может иметь значение. И комбинация этих методов тоже очень важна. Похожие данные получили мы в своем исследовании, где эпилюмаб оказался более эффективным у пациентов при использовании в третьей-четвертой линии иммунотерапии. И похожие данные получили в исследовании НОТ-006, где эпилюмаб оказался более эффективным, если использовался во второй линии терапии. Безусловно, нас ждут большое количество комбинаций. И на сегодняшний день уже говорят, что возможны квадрокомбинации. Никто, правда, не говорит про их стоимость, потому что двойная даже комбинация стоит дорого. Но, тем не менее, подразумевается, что мы в ближайшем будущем сможем повлиять на гораздо большее количество иммунологических нарушений, связанных с иммунологическим синапсом, чем мы можем сейчас. И ожидаемо увеличить продолжительность лечения наших пациентов. Если говорить о методах воздействия на кинетику иммунных процессов, то это наша давно известная цитокин. И хотя эта терапия уже больше, наверное, 30 лет, но, тем не менее, она остается актуальной до настоящего времени, потому что она до настоящего времени не используется. Среди этих препаратов мы имеем интерфероны первого типа, к которым относятся как раз интерферон альфа и в меньшей степени интерферон бета, которые сейчас используются редко. Интерфероны гамма второго типа, они практически редко используются. И среди интерлекинов интерлекин-2, которые до сих пор остаются стандартом лечения, в том числе и меланомы кожи, потому что он также позволяет у маленького числа больных достичь длительных эффектов. Здесь уже результаты 25-летней выживаемости. И те пациенты, у которых достигнут полный регресс, практически 90% из них, пережившие 3 года, они живут длительно и долго. Правда, этих пациентов всего 5%, и лечение очень тяжелое. Если же говорить про интерферон альфа, Анна Игоревна уже говорила, я хотел бы только добавить один слайд к этому делу. Много это или мало 11% одевантной терапии по снижению риска смерти пациентов. Здесь результаты одевантной терапии при различных заболеваниях. Та терапия, которая ни с кем не оспаривается. И интерферон альфа при меланоме. Видите, общий выживаемость, бессерстивный выживаемость. В принципе, цифры сопоставимы. Поэтому мы чаще назначаем, чем не назначаем одевантную терапию интерфероном альфа у больных меланомой кожи. Тем более, если это третья стадия заболевания или рецидивы. Стоит отметить, что при четвертой стадии заболевания, при полной циторедукции, риск прогрессирования сверхвысокий. На сегодняшний день применение интерферонов альфа одевантной терапии у этих пациентов не рекомендуется. Безусловно, терапия новыми ингибиторами эммологического синапса кажется нам более интересной, более эффективной. Она доказала свою важность. Но посмотрите, что происходит, если мы скомбинируем эти препараты. Тремелиумаб – это незарегистрированное моноклональное антитело к ЦТЛА4. Вы видите значительный РГС, значительный по длительности эффекта терапии. Такая терапия может комбинироваться. И иммунотерапия не проходит бесследно. Вы все равно чем-то помогаете больному. Поэтому возможность такого подхода тоже нельзя сбрасывать из счетов. И цитокины, скорее всего, дальше будут продолжать участвовать. Будут важной ролью в противоопухолевом лечении. Если говорить об адаптивной терапии, про гуморальную я не буду говорить, потому что это тема ни одной, ни двух, ни трех лекций. А вот про клеточную терапию хочется сказать, что этот метод лечения недооценился до последнего времени. И как-то мало сообщался на различных конференциях и публикациях, потому что не было поддержки фармфирм. Тем не менее, это целая огромная ветвь, целая индустрия терапии, которая включает в себя и опухолеинфильтрирующие лимфоциты, и развитие клонов CD8 или CD4 положительных клеток, генномодифицированные рецепторы, Т-клеточные рецепторы, карты лимфоциты, которых уже существует на сегодняшний день 4 поколения. Из них 3 только прошли клинические исследования, а 4 существуют только в лаборатории. Более того, это сложный комплекс методов, которые включают в себя немедлобалитивные кондиционированные. То есть это, по сути, немедлобалитивная высокодозная химиотерапия, после которой вместо костного мозга отологичного вводится клон противопухолевых Т-лимфоцитов, и потом происходит поддержка этого клона. Эта поддержка – это чаще всего высокие дозы интерлекина-2. То есть это очень высокотоксичный и высокоинтенсивный режим. Но, тем не менее, такой режим позволяет добиваться вот таких вот эффектов. Да, это не у всех больных. Не все больные доживают до выращивания клона опухолевых специфических Т-лимфоцитов. Но, тем не менее, мы видим, что эффекты очевидны. И те пациенты, которые дожили, у них медиана времени до прогрессирования, медиана общей выживаемости 16,4 месяца при диссиминированной стадии. Примерно 30-40% излечивается. Что же касается генетически модифицированных Т-лимфоцитов, это до некоторой степени позволяет обойти слабость антигенов или необходимость представления их на главном комплексе гистосовместимости. Потому что, если мы заменим Т-клеточный рецептор на иммуноглобулин, а именно так построены карты лимфоциты, то, в принципе, мы можем получить клетку специфичную к любому белку. Но, как обычно, есть обратная сторона медали. К сожалению, эти клетки могут быть специфичны к нормальным тканям. И были уже сообщения о том, что при введении вот таких клонов, направленных на раково-тостикулярные, в том числе антигены, и меланомо-ассоциированные антигены, получали очень выраженную кардиотоксичность и с летальными исходами. Поэтому здесь требуется осторожность и большое внимание к такой технологии. Ну вот еще клинический пример, к сожалению, не нашей эффективности клона аутологичных к НИСО-1. Что нас ждет в плане клеточной иммунотерапии и в плане дальнейшего изучения клонов? У нас еще целая куча клеток, которые не изучены в клинических исследованиях, но которые очень потенциально эффективны. Это гамма-дельта-Т клетки. Цитокин-надуцированные киллеры. Уже есть некоторые данные не при меланоме, но при других заболеваниях, что они работают. НК и НКТ клетки. Методы устранения иммуносупрессирующих факторов. Но мы все знаем, и в нашем институте как раз это было показано, вот у Ринсана в лаборатории, что опухоль продуцирует различные иммуносупрессирующие факторы в больших количествах. Причем, чем дальше она растет, тем больше она их продуцирует. И это очень сильно влияет на эффективность иммунотерапии. Здесь вы видите, что пациенты, которые прогрессировали на фоне вакцины, это красные кружочки, у них опухоль, которая использовалась для нагрузки дендритных клеток, она продуцировала большое количество иммуносупрессирующих факторов. И те опухоли, которые не продуцировали, видите, все зеленые кружочки сфокусированы именно в этом месте. То есть мы можем достаточно хорошо, даже на небольшом количестве материала, отделить ту опухоль, которая можно или которую нельзя использовать для вакцинотерапии. Мы попытались удалить иммуносупрессирующие факторы с помощью неспецифической процедуры, плазмоферез, пытаясь как-то снизить их, и получили достаточно хороший результат. Мы делали плазмоферез перед циклами вакцинотерапии, потом оценивали эффективность лечения по системе Рецифт, и получили клинический эффект у 50% больных. Причем некоторые из этих пациентов живы до сих пор, это исследование довольно-таки давнее уже было. Медианное время до прогрессирования 5,6 месяцев, то есть это сопоставимо с результатами эпилеумаба. Медиан общей выживаемости 15,6 месяца. Данное достаточно хорошее. И методы воздействия на опухоль с последующей активацией иммунного ответа. На самом деле это очень большая группа методов, и здесь используются и локальные, и системные методы. В принципе, любая химиотерапия, большинство таргетных препаратов являются методами, которые воздействуют на опухоль и вызывают иммунный ответ. Но у нас есть еще внутриопухолевая терапия. Это и бенгальский розовый, который сейчас проходит третью фазу клинических исследований. Ну, наша вакцина, криотерапия, радиочастотная абляция очагов, аловикстин-7, ТВЕК, который тоже проходит третью фазу клинических исследований. И миквимод, и дефенцепрон – это аппликации, которые могут вызывать эффект. Вот здесь показан результат применения вакцины ТВЕК, это генетически модифицированный герпесвирус. Вы видите, маркированы очаги, в которых вирус вводился, во всех остальных он не вводился. Тем не менее, мы видим достаточно глубокий ответ и в введенных очагах, и в невведенных очагах. Это тот же самый пациент. Мы видим ответ в очагах в легких, это до лечения. После лечения полный регресс очагов в легких. Таким образом, мы рассчитываем, вводя воздействие локально на какой-то один опухолевый очаг, мы рассчитываем на системный иммунный ответ. Вот кривые выживаемости пациентов. Вы видите, что есть группа пациентов, у которых увеличивается общая выживаемость при использовании местной, казалось бы, терапии. Виротерапия – тоже огромный пласт, который недооценен. На сегодняшний день зарегистрирован только один вирус, и только в Латвии – это регвир, который, правда, показал очень большую прибавку в общей выживаемости у пациентов на ранних стадиях одевантной терапии. Но, к сожалению, там это было методологически сделано в старые времена, в советские, где не было еще рандомизированных исследований. И это требует подтверждения. Но, тем не менее, это очень хороший результат. Мы не видим ни от одного другого метода таких данных. И это не токсичная терапия. Опять-таки, ингибиторы Брафн – все знаем, что это активная терапия, которая вызывает драматический, быстрый эффект. Практический эффект может вызывать эффект лазеря у больных меланома. Но, тем не менее, она вызывает иммунный ответ. Это опухоли до лечения. После лечения мы видим увеличение инфильтрации CD8 положительными клетками. То же самое мы видим увеличение продукции иммуноактивных клеток. Здесь вот на слайдах после терапии Брафн-гибиторами. То есть, таким образом, Брафн-гибиторы могут усилить иммунный ответ. К сожалению, сочетание с ингибиторами иммунологического синапса не привело к ничему, кроме увеличения токсичности. Из этого исследования было закрыто. Но, тем не менее, это многообещающий метод лечения. Таким образом, мы сегодня обладаем большим количеством различных методов воздействия на опухоль и, в частности, на меланому. Но все эти методы до какой-то степени связаны с иммунотерапией и имеют, по крайней мере, частично иммунологические компоненты действия. Мы многого не знаем еще на взаимодействии. Наиболее изучены являются цитокины. Но, тем не менее, много здесь красных связей, которые в настоящее время изучаются и, вероятно, позволят нам более эффективно использовать измеющиеся у нас возможности лечения. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Викторович. Спасибо. Кому угодно вопросы задавайте. Сейчас эра, мы вступили в эру иммунотерапии и наибольший прогресс именно в этой области, особенно в лечении больных меланомой кожи. Но если мы возьмем ту идеальную ситуацию, где место химиотерапии в лечении больных меланомой кожи? И есть ли оно? Если мы говорим о таком прогрессе в иммунотерапии? Татьяна Юрьевна, вы знаете, вы очень сложный вопрос задали. Я думаю, на сегодняшний мир на него ответа нет. Но из того, что я слышал от иностранных коллег, раздавались уже мнения о том, что места химиотерапии в лечении меланомы кожи нет. Однако, с нашей точки зрения, это не совсем, по крайней мере, так, потому что есть локализации, при которых мы не всегда можем, если, говорите, включать еще меланому слизистых, то там данные не такие радужные. У нас есть локализация заболеваний, где мы можем не получить эффекта от этой терапии, терапия недоступная. И, тем не менее, мы знаем, что у ряда больных мы можем получить длительные, хорошие и выраженные эффекты даже с использованием химиотерапии. Еще год назад химиотерапия предлагалась для пациентов, у которых достаточно быстро идет опухоль, пусть даже у них есть мутация БРАФ, но, тем не менее, у которых мы хотим получить более быстрые эффекты, у нас мы не можем ждать эффекта от терапии, они находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Стоит отметить, что, в принципе, такое сохранение, скажем, ингибиторов БРАФ на потом, оно, возможно, оправдано. Безусловно, показано, что в первой линии терапии они работают лучше, но они работают, в принципе, и во второй линии терапии, и в третьей линии терапии, и потом. И вот этот вот эффект лазеря, о котором я говорил, мы, например, его видели в седьмой линии терапии, когда пациенту уже, по сути, у нас было альтернатива выписывать его на симптоматическое лечение, или вот если он сможет купить виморфенип, он купил, ему помогли купить виморфенип, он буквально за… он к нам приехал через неделю, не скажешь, что он вообще собирался умирать. Поэтому… да, эффект был не очень длительный, но эффект был очень глубокий. Хоть даже там не было формально частичного регресса, но клинически был замечательный результат. Поэтому нам еще надо очень много выяснять, что может химиотерапия. Да, мы знаем, что химиотерапия не дает длительных ответов, но непосредственно немедленные ответы она дает. Мы не знаем, как оптимально применять химиотерапию. Мы ведь знаем, что химия монотерапии, например, она была более эффективной, да? Но что будет, если… мы знаем, что, например, эпилюмап изучался вместе с дакарбазином. По сравнению с монотерапией дакарбазином, это тоже было регистрационное исследование для первой линии. Там тоже была больше частота объективных ответов. То есть, в принципе, здесь надо изучать, здесь надо выбирать пациентов, которые чувствительны к химиотерапии. Мы сегодня, глядя на генетику, наверное, кого-то можем отобрать, и нам надо учитывать, что многие виды химиотерапии, например, токсан – это сильный иммуномодулятор, который мы можем использовать для подавления иммуносупрессивных клеток. Поэтому я думаю, что слово химиотерапия при меланоме, оно еще будет сказано, и мы будем ее использовать. Спасибо. Еще добавить, что химиотерапия не уходит с рекомендации ни НССН, ни европейских стандартов, но, естественно, и русских, русская. Потом мы говорим о иммунотерапии, но пока еще в нашей стране не зарегистрировал ни один препарат из современных. Эпилюмабы ждем, 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 обещают в ноябре. И вот на Конгрессе будет у нас такой диспут за и против химиотерапии. Несмотря на то, что я буду выступать против химиотерапии, могу сказать, что это та синица в руках, которую мы сейчас имеем. Поэтому, конечно, мы будем использовать химиотерапию. Ингибиторы BRAF, ингибиторы МЕК, ингибиторы, они хорошо работают, но они не всегда доступны. Поэтому нам нельзя игнорировать то, что у нас есть. И тем не менее, и тем более, что все-таки при такой низкой эффективности, 5-6% декорбозин, он все-таки работает, и у части больных он вызывает эффект. И не говоря уже там о других препаратах, и токсаны, и нитрозы мочевины препараты. Поэтому, конечно, они будут применяться однозначно. Но если у нас будет выбор, конечно, выбор мы будем делать в пользу современных препаратов. А у меня еще, Алексей Викторович, по-моему, вопрос. Скажите, пожалуйста, мы говорим сейчас вот о меланоме. А как вообще видится проблема иммунотерапии при других солидных опухолях? Вот прилив пролиферативных заболеваний в Ниволумаб тоже показал достаточно высокую эффективность. А при других локализациях, что вы можете сказать? Ну, в принципе, похожие водопады, которые я показывал при меланоме, могут быть применены на сегодняшний день, наверное, к 8 или 9 локализациям солидных опухолей. На сегодняшний день доказано успешное применение препаратов ингибитров ПД-1 при раке легкого, при опухолях почки. Причем при опухолях почки предварительные результаты лучше, чем при существующей таргетной терапии антиангиогенными препаратами. У нас есть данные при лечении рака желудка, рака ободочной кишки. Данные по раку предстательной железы гормонорезистентному они сомнительны. Но там тоже есть группа пациентов, которые выигрывают от назначения иммунотерапии. Хотя там более сложная ситуация получается. То есть, в принципе, наверное, будет требоваться поиск биомаркеров для того, чтобы определить, где можно, где нельзя использовать терапию. Теоретически и эпилиумаб, и неволюмаб, и пембролизумаб – это все препараты с универсальным механизмом действия. Основной механизм действия – это взаимодействие опухолей и иммунной системы, направленное на сторону иммунной системы. Эти мишени есть практически в любой опухоли. Это не та очень узко целенаправленная вакцинотерапия, которой требуется определенность перечня антигенов. И они высоко специфично подавляют только узкие перечни. Да, мы можем использовать там универсальный антиген, это тоже будет более широко. Но, тем не менее, все-таки это более специализированное лечение. Здесь это более универсальный подход, который тоже требует изучения. Да, этот подход часто нарушается при злокачественном росте. Тем не менее, есть и другие способы, другие проблемы в взаимодействии опухолей и иммунной системы, которые нарушаются, их тоже надо учитывать. Поэтому я думаю, что как компонент лечения это может быть в дальнейшем использовано практически при любом заболевании и лимфопроливеративном, и солидной опухоли. Но просто надо знать, как и когда. Это потребует достаточно длительного времени, чтобы разобраться в оптимальности режимов. Тем более, что в большинстве тех заболеваний, которых я сказал, и при раке легкого, и при раках желудка, и при раках ободочной кишки – это все искудится. Вместе со стандартным лечением или после стандартного лечения. Спасибо. Спасибо, Татьяна Юрьевна. Я могу ответить за Алексея Викторовича насчет места химиотерапии меланомии. Что имеем, то и применяем. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...